Продолжение следует... И вот, снова здравствуйте. Почему говорю так? Потому как прошу обратить внимание сюда. 24 декабря эта головка была у меня в работе. Ну, я так понимаю, через несколько дней ее выдали, она пошла в хозяева. Значит, сегодня у нас 15 февраля. Ну, стало быть, полтора месяца прошло. Как говорит владелец, хозяин этого автомобиля, автомобиль с момента сборки проехал 29 километров. Я прошу учесть это время. И вот результат обратного посещения. Пожалуйста. Вот маленькая дырочка. Значит, в декабре месяце 21 года, эта голова пришла к нам с проблемой, посели распредвала. Восстановили постель. Я наплавлял первую шейку, потому что эта первая шейка была в очень ужасном состоянии. Здесь по ней даже видно следы сварки. Она варена, видно, что эта головка варена. Соответственно, и крышка, на которую опирается штанга рокеров, она тоже варилась. Тоже приводилась в порядок. Значит, там был занижен распредвал. Все заново переделали все размеры. Ну, как владелец, говорит, после сборки он выехал. У него турбина пошла в разнос. Турбина потянула там повышенные обороты. В общем, порвала ремень, намотала ремень. В общем, каким образом под рокер сюда попадает, якась гедота. И пробивает дырочку. Вот человек приехал со слезами на глазах. Танцует на всех четырех конечностях. И просит, ребята, сделайте что-нибудь. Вот мы сейчас решили показать вам наши нежданчики. Ну, и будем пытаться сделать что-нибудь. Значит, я зачистил края пробоины. И сейчас мы попытаемся проявить, есть ли трещины, которые пошли на тело головки. То, что отверстие уже есть, это уже понятно, оно есть. Нам придется его заделывать. А вот нет ли трещин, которые пошли внутрь головы. Сейчас мы горелочкой поводим. И будет видно сразу, с чем мы столкнемся. Нежданных проблем мы здесь не нашли. И, значит, это отверстие мы будем заплавлять, заделывать. Но во избежание того, чтобы эту работу делать потом в два раза, в каком плане работу, после того, как это место заварится, на головку будет оказано тепловое воздействие. Она будет нагреваться, вариться сваркой. В любом случае, корешок распредвала, коренная опора распредвала, ее потянет. Она деформируется. Насколько она ее потянет? На десяточку, на суточку. Мы мечтаем о том, чтобы этого не произошло. Но судьба, к сожалению, такая. Так вот, очень вероятно, что после сварки этого места, нам нужно будет делать постель распредвала. Опять приводить в порядок, для того, чтобы распредвал крутился. Мы этого не хотим, но, тем не менее, придется это делать. Но здесь еще есть одна проблема, которую до конца мы не доделали. Это вот это место, которое в районе четвертого цилиндра. Вы видите, как оно посечено? И очень может быть, наверняка, здесь где-то есть трещина, которая проходит в рубашке. Для чего мы будем головку гореть два раза? Мы сейчас приведем порядок это место, заварим вот это и вот здесь проверим. Ну и сразу же заварим, если есть проблема. Чтобы потом два раза ее не греть. Ну вот сейчас переходим к этому месту. Значит, вот подошел момент работы с этим местом. И я взял зубильцы, взял молоток. Для чего мне это нужно? Смотрите, внимательно смотрите. В эти края есть металлические украпления. Вот это вот. Это, я не знаю, кусок чугуна, кусок стали, обломок клапана, рокера, ну какой-то стальной кусочек. И этот стальной кусочек, прежде чем разбирать, зачищать, нужно удалить. А удаляется он элементарно. Вот теперь мы это место, несмотря на то, что головка мылась, это место мы замываем ацетоном. И после этого производим зачистку плоскости. Несмотря на то, что головка мылась, мылась химией, я вижу, что ацетон, конечно, ну ацетон сильнее отъедает. Именно все-таки сажевое отложение после масла. Значит, мы переобулись, поставили другой борт. И сейчас этим бортчиком почистим. Так, друзья, головочка готова в работу. Мы сейчас ее подогреваем в печечке. Как только она подогреется, мы ее достаем и начинаем варить. Ждем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То место, которое протерло, я это место наваривал панчем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА